Привет, я Даша. В общем, народ, тут мне посылочка пришла. Но не мне, а нам. Все семьи у нас есть родственники в Германии. В общем, взыграла у него, видать, ретивая 20 лет. Ни духу, ни слуху, ни духу. Но у него тут внучка родилась на родине там. Видимо, это как-то в нем что-то пробудило. И он под влиянием эмоций побежал, накупал халатов на махровых всем и пристал. Вот анекдот. Я хохотала просто в голос, когда в лифте посмотрела на извещение. Он посылал на мамино имя, и он написал мамину девичью фамилию Тропина. Мама вышла замуж 35 лет тому назад. За 15 лет фактически до его эмиграции. Вот это вообще анекдот. Коробка весила почти 10 кг. Получилась вот такая пачка в итоге, когда мы все вынули. Три халата. С тапочками. Вот тапочки видно. Мы пока еще ничего не доставали, не щупали, но на вид мяконько должно быть. Еще такой же набор филолетовый. Тут, походу, уже без тапочек. Не знаю, будем смотреть. Еще один белый халат. Так, халаты очень-очень мягкие оказались. Вот прямо у нас модель. Модель, модель. И вот, и вот. И тапочки, да. Тапочки. Видите, мягонькие. Вот, ну такие чуть-чуть выше колен, буквально на сантиметр. Очень мягкие и тонкие. Я думала, они будут прямо хоровые, такие толстенные. Я, признаться, не люблю халаты, но вот такой, например, я бы с радостью надевала после ванны. Тебе вам нравится? Очень мягонько. Мягонько. Мягонько у нас фирменное, фирменное, семейное такое выражение. Так же, как и наоборот. Что бы нам... Мама, расскажи историю, как тебе позвонили на работу. И что? Ну и спрашивать, по-моему, это морг или что-то такое спросили. Ну, что-то, ну, типа такого. И мама ответила. Наоборот. Вот сиди и гадай, куда ты попал, блин. Это зятю. Ну, как зятю называется? Ну, как и наоборот. Ну, вот тут рубашку с галстуком, набор. Тут такой вот пакет. Ну, вот уже горочка по вечеру стала. Вот это мне спортивный костюм. Сказал по телефону, чтобы я занималась спортом, ухудела. Очень тактичный, вообще, мужчина. Который... Ну, я когда увидела вот это все изобилие еды, я... Мама спросила, ну что, в 30-е отсюда уехала? Написала, говорит. Значит, ну вот, я так понимаю, это что-то вроде конфеток. Я не шпрехаю бы, по-немецки. Значит, вот такой вот заяц. Ну, ладно, свечки это потом. Еще вот такой заяц. Коробки божьи. Ну, все. Короче, если даже и будет Третья мировая, наша семья, она не страшна теперь. Вот такие же. Такой мешочек аппетитненький. Опять набор заяц. У них, наверное, там есть магазин, что-то типа, с таким названием дежурным. Если вы решили отправить в Россию посылку. И там... Я знаю, в Америке есть такие магазины. Ой, ну, прямо живем где-то в тундре, в избушке. Такого-то у нас нету. Не пались. Нет, такое у нас есть, даже красивее, но... На русском там все написано. Ну, блин, мы же сейчас не о золоте говорим, чтобы настоящий-настоящий. Маме кофе растворимый. Такую банку. Грозился кофеварку прислать. Хотя она у нас есть. Не, ну, тогда-то он не знал, что я тебе подарю. Вот. И, короче, это такие специальные свечки. Прям так и написано. Memorial Light. Мемориальный свет, если я все правильно понимаю. То есть, они тут с крышечкой. А! Типа ставишь крышечкой, накрываешь, я так понимаю. И он не тухнет, долго-долго стоит и светится. Вот. То есть, специальное накладбище. То есть, у него была такая идея. Хотела непременно всех на кладбище посетить. И вот как раз 6... Ну, у нас побольше могилок, но вот именно его родственников здесь 6 лежит. И, слушайте, число четное. Прямо... Вот такая была посылка. Надеюсь, было интересно. Пока-пока.